Здравствуйте! На библейский портал XGED пришел вопрос, можно ли доверять человеку действующему как целитель от лица православной церкви? Я думаю, что нет, потому что никогда церковь не уполномочивает никаких целителей действовать от ее лица. Чаще всего это просто лукавство. Человек пришел к священнику, нашел момент, когда священник был очень занят, куда-то бежал, допустим, в ту же больницу, и говорит, батюшка, я врач, благословите меня на мою деятельность, и не сказал, что он лечит энергией и занимается целительством. Батюшка, конечно, доброе дело быть врачом, Бог тебя благословит, чадо мое. А человек потом, может быть, даже с фотографией, как священник его благословлял, который другой стоящий рядом человек делает на телефон, вешает себе в кабинет и говорит вот так, обвешается весь иконами. Но, конечно, нет, церковь на такую деятельность не благословляет категорически. Есть очень много святых, которые исцеляли людей, например, наш храм посвящен памяти святых Косьмы и Дамиана, святых врачей. И церковь знает, что они лекарствами, мазями, они прикрывали чудеса исцелений, для того, чтобы их не прославляли как чудотворцев. А если начиналось их прославление в каком-то городе, они уходили в другой, а своего дома у них не было. Но это был результат огромного, целожизненного, подвижнического подвига. Есть много святых чудотворцев, обычно огромный путь, много десятилетней прошли эти люди, для того, чтобы дойти до этих даров божьих. И никогда они себе это не приписывают, всячески скрывают и уж, конечно, ни в коем случае не берут за это деньги и не печатают об этом рекламу. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Вот святые Косьма и Дамиан, кстати, так и называются бессеребренники, те, кто принципиально не берут за это деньги. И прежде всего они заботятся о душе человека, они приводят его к покаянию, приводят его к церкви, к Господу, а уже потом по их молитвам совершается исцеление. Поэтому, если вам человек говорит, что он лечит от лица церкви, бегите от такого человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok